Политические процессы в Армении все больше напоминают хрестоматийный побег с тонущего корабля. Затонет ли корабль окончательно и бесповоротно покажет время. Однако то, что он уже дал основательную течь, совершенно очевидно. Окружив себя политически неустойчивыми персонажами, Никол Пашинян запустил мину замедленного действия. Сегодня опрометчивость столь беззаботного подхода к формированию своей команды аукается армянскому примеру все громче и устрашающе. Сложно назвать командой неоднородную массу, в которой зашкаливает концентрация случайных людей. Речь скорее идет о группе амбициозных фигур, преследующих самые разные цели. Их объединяет лишь стремление урвать свой кусок пирога и как можно побольше. Куски эти могут являть собой совершенно различные дивиденды, в том числе и политического свойства. Происходящее сегодня в Армении полностью укладывается в логику кадрового кризиса, с которым столкнулось правительство Пашиняна. Механизм саморазрушения запущен, и его действие может повлечь за собой самые непредсказуемые последствия. Опальный экс-директор службы национальной безопасности Армении Артур Ванитян уже приступил к активному освоению политического пространства, неподконтрольного действующим властям. Можно сказать, что конфликт Ванитяна с Пашиняном заиграл новыми красками. Откровенно, политические заявления, сделанные Ванитяном после своей отставки, постепенно конвертируются в конкретные действия. Артур Ванитян решил убить двух зайцев одним метким выстрелом, предприняв весьма расчетливый пиар-ход. Первый заяц пал жертвой неожиданной поездки Ванитяна в оккупированный Нагорный Карабах. Экс-глава службы национальной безопасности избрал этот маршрут далеко не спонтанно. С момента прихода Пашиняна к власти в Армении Нагорный Карабах превратился в некий плацдарм враждебных ему сил. Сложные отношения Пашиняна с руководством сепаратистского режима усугубляются лояльностью последнего к свергнутым армянским властям. Попытки премьер-министра Армении как-то приструнить сепаратистское логово пока не возымели сколько-либо ощутимого эффекта. Конфликт карабахских сепаратистов с Пашиняном носит глубинный характер и генерирует серьезные риски для властей Армении. Поездкой в Нагорный Карабах Артур Ванитян демонстративно обозначил свои дальнейшие цели. Вовсе не обязательно, что Ванитян принкнет к той или иной силе вынашивающие планы по аннигиляции правительства Армении. Вполне возможно, что бывший директор службы нацбезопасности откроет, скажем так, собственный фронт. Стоит отметить, что Ванитян является довольно-таки популярной фигурой в Армении и может воспользоваться своим рейтингом на полную катушку. Второго зайца Артур Ванитян пристрелил уже непосредственно в Нагорном Карабахе. Экс-директор службы нацбезопасности Армении встретился с главой так называемой Карабахской епархии Армянской апостольской церкви. Своё фото с архиепископом Паргевым Мартиросяным Ванитян незамедлительно выложил в Инстаграм, поблагодарив священника за подаренную ему икону. Эта встреча обретает особый смысл на фоне недавнего беспрецедентно резкого заявления Никола Пашиняна в адрес церкви. Армянский премьер публично пообещал поставить на колени священников, не разделяющих его видение будущего Армении. Артур Ванитян ловко воспользовался представившимся шансом заработать себе дополнительные очки. Армянская общественность была крайне недовольна выпадом Пашиняна против церкви, и Ванитян фактически противопоставил себя премьер-министру в этом тонком вопросе. Полученную же в дар икону он представил как некое благословение от обиженной Пашиняном церкви. Между тем, Артур Ванитян далеко не единственный, кто прилюдно намекнул Пашиняну на приближающийся шторм. В эти дни премьер-министр Армении получил еще два увесистых удара в спину. Первый нанес депутат отправящей фракции Мой Шаг Сасун Микаэлян. Он фактически взял сторону Ванитяна в конфликте экс-директора службы нацбезопасности с премьер-министром. Напомню, ранее Пашинян усомнился в офицерской чести Ванитяна, заявив, что последний выкинул свои погоны в мусорную урну. Сасун Микаэлян публично возмутился риторикой главы правительства, отметив, что никто не смеет бросать погоны Ванитяна в мусорную урну. Второй удар последовал от министра обороны Армении. Давид Танаян в беседе с журналистами выразил серьезную обеспокоенность с состоянием здоровья опального генерала Манвела Григоряна. Григоряна, напомню, арестован по обвинению в присвоении продовольствия для военных. У проворовавшегося генерала целый букет серьезнейших заболеваний, включая диабет и онкологию. Адвокаты Григоряна ходатайствуют об изменении меры пресечения в его отношении и освобождении под залог. Однако эти усилия тщетны, суд последовательно отклоняет все ходатайства. Поговаривают, что Никол Пашинян в приватном кругу пообещал, что Манвел Григоряна на свободу уже не выйдет. То есть вся эта история имеет принципиальное значение для армянского премьера. Таким образом, заявление министра обороны можно считать внушительным камнем в огород Пашиняна. Давид Танаян вообще довольно примечательная персона в рассматриваемом контексте. Вскоре после увольнения Артур Ванитяна армянские СМИ запестрели прогнозами о том, что следующим кандидатом на выход станет именно глава оборонного ведомства. Сам Танаян, комментируя эти слухи, многозначительно отметил, что не намерен останавливаться на полпути. Не исключено, что Танаян имел в виду, что его не остановит даже отставка. Не заявка ли это на появление еще одной политической единицы в перспективе? Так или иначе, течь в корабле постреволюционной армянской власти уже не скроешь. Более того, все меньше шансов на то, что ее можно как-нибудь заделать. На этом точка.